Продолжение следует... Продолжаем разговор. И пришло время нам поговорить, уже отталкиваясь с Юрием, отталкиваясь от вопросов, которые поступили в чате Народного Славянского радио и канале Ютуба. Вот Юрий подошёл, я его вижу. Если готов, то давай тогда уже и приступаем к зачитыванию вопроса реплика. Итак, первый вопрос в эфир поступил от Васильича. Что сказитель скажет об облучении планеты Цираном? Также известно ли автору сказителю об истинной продолжительности жизни землян именно землян? Вот такой, Витиват, интересный вопрос. Ну, по поводу землян я понял, о чём человек говорит, в принципе. Дело в том, что есть коренное население земли, и оно является порождением самой земли. И вот это коренное население, как называли всё время, так сказать, славянской и китайской традиции белыми богами, белыми богами севера. Вот они являлись коренными жителями земли, и они жили вечером. А потом было внедрение, и потом возникли нелюди. Нелюди были смертными. Но их было много, они были вообще неактивны. Их направляла определённая рука, потухи сделала. Ну, вот так вот, я понимаю. А про облучение цираном планеты что-то тебе известно? Не, не в курсе, что это такое. Хорошо. Виталий Микеров, у вас чего, вестников смерти украли? Бессмертные — это же вестники смерти. Приставка «бес» указывает на наличие тёмных сил. То есть в заголовке написано «бес смерти». Он, скорее всего, имеет в виду «без смерти», где буква «з» вместо «с» вставлена. Ну, по законам правописания, там должна была быть буква «с», она так написана, я не понимаю вопроса. Ну, то есть... Он улучшается, скрипит, незвонко, и получается «без смерти», а не «без смерти», так русские и не говорят. То есть по современному правописанию написано? Ну да, «без», в общем-то. Очень часто на этой теме спекулируют, не понимая даже, о чём сами говорят, что опускаем вопрос. Дальше вопрос эфир от Васильевича. Что может сказать автор-сказитель о побочных эффектах бессмертия? Если бессмертие человека объединено с знанием его предназначения в мире и с исполнением его долга перед миром, то никаких побочных явлений быть не может. А если человек в 7 месяцах просто к бессмертию, просто к бессмыслен продолжению жизни, тогда будут всевозможны побочные явления в виде, скажем так, безрадостного существования. Человек не будет получить радости от бессмерти. Так я это понимаю. Хорошо. Игорь из Ютуба. Кто такие боги? Захватчики планеты или помощники человечества? Ну, здесь как вот. Есть такое представление в Ведах, о том, что у праджапати, у единого бога всего сущего, было три вида сыновей. И это были суры, асуры и люди. Это была одна семья. Люди тоже являются, так сказать, частью этой божественной семьи. И каждому из видов сыновей бог уделил свою миссию. Своё предназначение. А богам, то есть сурам он уделил, подавлять. А сурам сострадать. А людям совершать деяния. То бишь суры, они стремились к власти. И они с помощью природных манипуляций смогли стравить людей. И асуров, которые желали им добра, и всегда им помогали. Чтобы были способны к состраданию. И они этими жили. И когда был убран конкурент, так сказать, в виде асуров, суры стали править миром и превратили людей в рабов. В английской мифологии сказано о том, что боги любили радости жизни, а титаны — радости познания. Вот эти самые боги, которые любили радость и жили с помощью людей-героев типа Геракла, уничтожили титанов, стремящихся к познанию, бессмертных титанов, которые помогали людям и вели их тоже по пути бессмертия. И тогда возникла та же самая коллизия, что в Ведах суры асуров люди, здесь боги и титаны люди. И получилось так, что с помощью вот этих существ, потом называют или богами, или сурами, люди были отключены от пути бессмертия. Ну и еще плюс тому, насколько я знаю, по своим каналам на Землю было внедрение инородных сил, космических паразитов, ино-галактических, в задаче которых просто истебление. Вот такая вот как будет. Такое у меня есть представление. Дальше Игорь из Ютуба пишет. Может, у нас есть какое-то ген старение? Да, он возник, этот ген старение, в силу того, что мы стали не так жить. Понимаете, как-то я смотрел одну передачу, и был у нас, есть сейчас некий путешественник, по-моему, фамилия Геев. Он путешествовал по разным племенам древних, примитивным племенам. И снимал документальные фильмы о них. Я увидел странную картину, сидит на вид 75-80-летний астретин, выяснил, что им всем по 35 лет. 35 лет они выглядели на 75 лет. И этот парень, ему было 45, и он выглядел очень молод. Да, когда он сказал, что ему 45 лет, они смеялись с него, или ему не верили. И тогда я задумался, а почему же они так плохо выглядят? Живут на природе, питаются природной едой. Казалось бы, да? И стало понятно, что их мир, познание ограничено. То, что было им нужно понять и познать в мире, оно было очень, таким, ну, небольшим уровнем. Они быстро всё это постигали, и это сознание, собственно, мудрости, осознание того, что они всё постили в этом мире, они и старели. По статистике, люди творческие живут лет на 20 больше, чем люди обычные. Потому что у творческого человека всегда есть что-то передеинтересное, ему хочется много чего знать и много чего успеть сделать. А обычные люди, они проживают свою жизнь, родились, женились, детей нарожали, внуков дождались и умерли. Больше смысла нет. И если перед человеком высветить очень высокую миссию, очень высокую планку его человеческого предназначения, если он это увидит, поймёт время и поймёт по этому пути, его сроки жизненные значительно увеличатся и не будет никакого геностаризма. Понятно. Далее Владимир из Ютуба задаёт вопрос. Юрий, добрый вечер. Что вы думаете о форме Земли, о теории плоской Земли или полой Земли? Это первая часть вопроса. Отвечать? Да. Ну, по поводу плоской Земли. А сейчас я не раз это наблюдал, сейчас пытаются потащить эту идею библейскую, библейскую, что Земля плоская, что над ней купол и звёзды там чуть-чуть неприличены шурупами, ну и так далее, в общем-то. Это попытка, сейчас уже опираясь на некую якобы научную, околонаучную основу, опять втянуть людей в некое библейское научное знание о том, что Земля вот такая, плоская, плавает по морю, там около неё купол и с помощью этого пытается ограничить человека, его пути по знанию космоса. А по поводу полой Земли это теория очень верная, на мой взгляд, в общем-то, и я проверял своими способами это знание, вот, и именно вот внутри Земли, по моим представлениям, и обитает тот изначальный совершенный мир, который сначала возникает как идея нашего мира, а потом в обратной проекции как её реальное воплощение. Вот. И мы находимся в таком постоянном состоянии перетекания информационного с этим миром, потому что мир совершенный, создав этот мир, проверяет его на прочность, на жизнеспособность, и в зависимости от лучшей информации корректирует и наш мир, и самих себя. Вот это, у меня на эту тему есть лекции, на тему полой Земли, на тему того, что находится, там находится белая дыра, или то, так называемое, белое солнце. Русские люди всегда почитали, как писал Робаков, главным, академик Робакова, главным объектом поклонения восточных источников был белый свет, не имеющий видимого источника. А белый свет, не имеющий видимого источника, это и есть свет белого солнца, который находится в центре Земли, так называемая белая дыра. И есть чёрная дыра, поглощающая вещество. И есть белая дыра, это вещество, преобразовывающее, вбрасывающее в этот мир и создающее новые формы, новые галактики, новые планеты. Так что теория полой Земли мной полностью разделяется, и мой практический опыт говорит о том, что это всё верно. Продолжение вопроса от Владимира из Ютуба. Думаю, при рождении память стирают, но вопрос, зачем её стирают, остаётся. Ну, дело в чём? Дело в том, что, знаете, это что ли часть плана, скажем так? И вот, когда рождался за рту, что рассказывают древние источники, он смеялся. вот, сейчас роды, это как пытка. Некоторые женщины мне рассказывали, что, когда они рожали, они испытывали такой оргазм, потому что они испытывали никогда ни одного мужчины. и рождение ребёнка должно приносить женщине невиданное наслаждение, которое она захочет повторять и повторять снова. Наша женщина часто боится рожать, потому что они боятся боли. А ребёнок рождённый таким способом будет смеяться, а не плакать. и когда он будет рождаться в радость, и с радостью он ничего не забудет, он будет всё помнить. А тот стресс, который он испытывает в момент рождения, полностью перекрывает ему его память. Что сказано в Библии? В муках будешь рожать детей своих. Значит, до этого было не в муках. Значит, до этого было в радости и в счастье. И вот для того, чтобы помнить то, что было в прошлой жизни, детей нужно рожать так, чтобы они не испытывали стресса, и чтобы мать не испытывала боли. Эта программа на мучительные роды была запущена на земле несколько тысяч лет тому назад и с тех пор мы и утратили память. Если бы мы помнили о себе, кто мы и откуда мы и все свои прошлые жизни, нас бы не развили как лохов всякие заезжие мессии. Мы бы помнили свои болезненные оплощения, знали, кто мы. для этого память и стирает. С помощью духовных практик возможных, йоговских и тому подобное, и наших славянских, и того, чем мы пользуемся, можно вернуть себе память. Чем мы, собственно, и пытаемся заниматься. Игорь, реплика из Ютуба. Земля никогда не была плоской, но видение демонов через двухмерное видение. Она выглядит именно такой. Вот откуда пошло это представление. То есть подтверждает твои мысли, что это нам сейчас внедряют возвратить. Я просто извини, Алексей, даже удивился. Знаешь, было такое состояние жуткое, когда я это всё почитал, когда я это увидел на видео по поводу плоской земли этого купола. И когда я представил, что вдруг это действительно так, объекция моя была такая внутренняя знаешь, лечь сжаться коллапчиком и заплакать. Вот этой безысходности. Она твоя купол и больше ничего нет. Это было жуткое ощущение. У нас туда и хотят загнать снова. Под колпаком мы все, да. Безнадёга полная. Именно общение полной безнадёжности. Было так, я же взорую буквально, понимаешь, вот так вот ментально не прямо такое было ощущение. Слушаю тебя. Да, я к тебе крутанул. Я поэт, понимаешь, в общем-то, я же умею входить в эти состояния, как артист. Я вхожу в него, я пишу как, когда я пишу, я как бы в этом живу, я во всем этом присутствую. Я могу войти в любое состояние, испытать его последствия. он зашёл на свою беду. Вот не лазь куда не надо. Хорошо. Ну, ладно. Наталья Гроза, реплика из Ютуба. Мне кажется, что Бог наказал людей, то есть нас за злобу, жадность, предательство. Он ждёт от нас доброты и любви. Вот такая реплика. Я знаю, что я понял, в своё время, я даже напишу на эту тему, и что. я пытался понять, почему боги перестали являться людям. Ведь по поводу Святослава, как сказано, что Святослава это последний русский князь, которому являлись боги русские. Потому он был непобеден практически. Вот они перестали вообще являться, сказать, в общем-то. И вот у меня тоже возникла эта мысль о том, что люди, вместо того, чтобы учиться у богов их силы, могущества и красоте, они стали просто тупо и дико завидовать. И эта зависть, она и закрыла нам видение и общение с более высоким существом. Они готовы к общению, сейчас они готовы к общению. Просто нужно не завидовать тем, кто выше тебя, а учиться быть такими. людей. Ты знаешь, я здесь, когда мне подобные вопросы задают или заходят подобные разговоры, я отвечаю. Вот как вы думаете, приятно ли бы вам было общаться с каким-нибудь бомжом, который валяется на помойке и с вами хочет поговорить на какие-то умные беседы, а кто ты? А нет, кто ты такой? Вот бомж к вам пристает, который на помойке только что из бачка вонючего вылез. Я думаю, что многим бы было неприятно такое общение. Так вот представьте себя, что мы, люди здесь живущие, довели нашу землю до состояния бомжатника и сами живём в этом бомжатнике и сами себя ведём как бомжи, вонючие, неприглаженные, всё испохабили вокруг и всё время говорим, а почему это наши светлые боги с нами не общаются? Вот чего это они к нам не обращаются? Ну где же вы? Представляете, вот абсурд полный. Они говорят, ты сначала слюни утри, помойся, как-то одежонку постирай, чтобы тебя не воняло хотя бы, чтобы ты на человеческий вид обратно восстановил. А потом уже давай с тобой за столик сядем, щейку попьём. Ну как-то так, наверное, из этой серии. А то получается, вы мне сразу весь обгаженный, буду ждать дождика, пока он меня подмоет. Но это глупость какая-то. Мне вот так кажется. Совершенно верно, в общем-то. И вот то, что девушка сказала, что я ответил и в принципе я о чём говорил сегодня на лекции, что нужно соответствовать своему человеческому званию. И если ты будешь ему соответствовать, с тобой будут разговаривать боги. А если ты ему не соответствуешь, то никому не нужно с тобой просто и общаться это неприятно. Всё верно совершенно. Если ты соответствует с божественному, то с тобой будут боги разговаривать. А если демоническому, то демоны. Вот кто с вами разговаривает, кто вами управляет. Ну что ж, делайте выводы. Не в упрёк кому-то, просто так мысли вслух тоже называется. Так, дальше. Игорь, реплика из Ютуба. Бессмертие я знаю. Не даётся просто так. Но я помню то, что было со мной не в этой жизни. Значит, умираем-то временно. Вот так вот. Дело в том, что тогда, когда мы украдили бессмертие, возникла вот эта самая система реинкарнации. Когда люди стали рождаться, умирать, умирать, умирать снова. И, в принципе, скажем так, существует такое понятие как человеческая реинкарнация и божественная. Боги воплощаются в людях тогда, когда у них возникает для этого желание или когда необходимо исполнение комиссии. И это может раз в несколько тысяч лет, раз в несколько миллионов лет. Бог воплощается в образе человека, скажем так. А люди, в силу того, что они или утратили бессмертие, или пока что они ещё люди, которые должны его обрести, они попадают в это поле реинкарнации, и они рождаются и умирают, рождаются и умирают, пока они не имеют ключ к тому, чтобы не умирать. Так что, с такой стороны, смотреть на эту проблему, в общем-то. Естественно, мы сейчас, в общем-то, рождаемся и умираем, но есть возможность не умирать. Я об этом говорю. Так, дальше «Справедливый мир», реплика из Ютуба. У нас сегодня очень активно Ютуб. Так прям больше даже, чем в чате нашем идёт. Что за безграмотность? Такой кирпич в твою сторону летит, пригнись. Мы бессмертны, а тело — временное одеяние для нашей сущности. Христианская безграмотность. Ну, вот в том-то и дело, что на этом нас и развели, что есть тело, временное пристанище какой-то более высокой сущности. Поэтому и беречь его не нужно. Бог, в хладе Всевастущего, состоит из восьми тел. Не все эти тела бессмертны. А людям в неделю сознания, вот о чём я и говорил, что есть душа и есть тело, и что тело вторичное. Но для того, чтобы стать равным Богу и подняться до его уровня, человек, как и Бог, как единый Творец Всевастущего, должен научиться сделать все свои тела бессмертными. И тогда его сущность, она будет пребывать во всех телах, как проявление его вот этого истинного болезня «Я». Бог присутствует в каждом теле. И в астральном, и в ментальном, и в физическом. И во всех духовных телах. Так что, здесь человек вам сам запутался. Он невнимательно отпустил лекцию, и поэтому сказал то, что сказал. Хорошо, идём дальше. Вот Васильевич вопрос. Что автор-сказитель скажет насчёт обряда Тризна и её таинства крадирования? Я не знаю, что такое. У нас свои обряды. Так что я не могу ответить на этот вопрос. Так, Игорь из Ютуба. Как я могу уйти с этой планеты, если буду жить вечно в теле с этим бессмертием? Насчёт Луны и её покровителей можно говорить долго, но мне кажется, нас ждёт ещё многое впереди. Ну, в общем, про Луну понятно. Как ему сойти с планеты, если он будет бессмертным? Мама, останови планету, я сойду. Ну, дело в чём? Дело в том, что Чудинов, наш доктор наук, всем известный автор, проанализировав надгробные надписи, древние, ещё там, двуххристианские, он пришёл к выводу, что у славян было представление о возможности ухода на другие планеты в физическом теле, на другие звёзды планеты в физическом теле. И когда они достигали общего совершенства и обитали общей бессмертии всех восьми тел, они могли каким-то образом телепортироваться в любое пространство. Закончив жизнь на Земле, они уходили в другие миры и там жили в тех же телах, которые не нужно было менять, они были совершенны. Так что, так сказать, нам нужно ещё покопаться в этой традиции нашей славянской, понять, как они это могли делать, мы много чего не знаем. Но исследование говорит о том, что такой путь у славян был. «Справедливый мир» продолжает с тобой не соглашаться полударвиновским, полухристианскими заблуждениями, которые с тебя идут. Но ты уже ответил ему, так что идём дальше. Или невнимательно, или не понял, или что-то не так. Миколаевич, из «Страховки» вопрос в эфир. Как произвести огненное жертвоприношение? Это как-то относится к нашей сегодняшней теме? Если относится, отвечаю. Ну, в принципе, можешь отвечать, если даже не относится. Как считаешь, нужно? Ну да, я говорил об этом, в общем-то, так сказать. Ну, так сказать, если вы хотите этому научиться, приезжайте, я научу. Мы делаем эти огненные жертвоприношения, так сказать, каждый месяц, в общем-то, в течение, ну, начиная с 2000 года. Уже 17 лет. У нас отработанная система, и я не могу вам так рассказать. Это ритуал, топленый текст. И в этом тексте каждое слово, каждая буква имеет свое значение. Если есть желание, вы найдите меня. Мой адрес, он есть на нашем сайте, приезжайте, и мы вас научим. Далее, Елена777. Вопрос в эфир. Здравия всем соведущим. Говорят, что все болезни от нервов. Вопрос. Как не нервничать? Ведь вся цивилизация построена на изматывании человека сверх его возможностей. Ну, понимаете, в общем-то, так сказать, не от нервов, а от мыслей — это первое. А мысль уже продается в определенную ту или иную эмоциональную реакцию. И если я говорю себе, что я Бог в образе человека, я также смотрю на другого человека и понимаю, что он тоже Бог в образе человека. и как я могу на самого себя жлиться и сердиться по поводу того, что кто-то ведет себя не так, как я того хотел бы. Знаете, вот я был как-то в гостях у Осетин, ребята меня приглашали, там они свою веру восстанавливают. И меня еще поразило. Это культура такого всего уважения друг к другу. Они так себя все уважают, и сами себя, и всех окружающих, и неважно, богач ты или ты бедный, и с тобой с уважением все разговаривают. А в чем там, так сказать, смысл? И почему так получается? Потому что у них есть представление древнее, языческое еще, о том, что все осетины созданы из тела Бога. И как я могу жлиться на другого человека, ведь он тоже создан из тела Бога, он такой же, как я. И они такие спокойные, уравновешенные, без особых взрывов эмоциональных. Вот я с ними общался где-то неделю, мы там у них там огнестили. Удивило вот это вот их равновесие в общении друг к другу. И здесь все болезни возникают от нашего миру воздействия. И сказано в ведах, что причина страдания – это невежество. Причина страдания – это неправильное понимание. Неправильное понимание порождает неправильные эмоции и действия. И за то, что мы совершаем неправильные поступки, приходит само собой наказание, возмездие от природы. Так что, так сказать, я вообще не говорил, что для того, чтобы обрести другую жизнь, жить бессмертным, нужно обрести истинное знание сначала. А это истинное знание пройдет истинную любовь, истинное слово, истинное деяние. И вот именно с этого поля нас постоянно тревожит. Так что, не в нервах дело, а в мыслях. Следите за своими мыслями. Игорь, реплика в эфир. Почему люди не понимают друг друга? Я знаю ответ. Нас специально разделили, и у каждого свой собственный опыт познания. Да, все правильно. Это было сделано давно. Именно принцип разделяя власть. А он был осуществлен очень давно. Это не для чаяния его придумали. Они просто его воплощают. Это же не евреи. Это очень давний принцип. Разделяя власть. Сначала разделили человека с Богом. Сказали, что Бог – это одно, а человек – другое. Потом разделили его самого. Что есть душа и есть тело. И человек утратил целостность. Он перестал быть единым организмом. И он стал считать, что есть часть его, которую он может пожертвовать и забыть, и пускай она умирает, а в другом нужно хранить. Если мне сказали, что правая моя сторона важнее левой, и пускай левая сторона меня умирает, сами понимаете, что будет. Умрет и правая тоже. Да, людей разделяют сознательно, продуманно, целенаправленно разделяют. Но мы должны сопротивляться. Чем? Объединением. И когда я, опять же, повторюсь, я говорю, я есть Бог в образе человека, то я понимаю, что все есть в образе человека. И я говорю, я есть Бог в образе человека, а ты есть Бог в образе дерева. Понимаете? И тогда я отношусь к дереву совершенно по-другому. И ко всем буду по-другому относиться. А пока есть человек вне с мироздания, и природа, данная ему, так сказать, на уничтожение. И когда есть избранные или высшая раса там какая-то, а все остальные было, тогда и будет это разделение военно. Дальше Ольга, 74, задает вопрос. Здравия, Юрий. Первое. Что вы можете сказать о Шамбале, людях в состоянии саммати? Ну, по поводу Шамбалы, что я могу сказать? Эта тема такая серьезная. Вот. И немного разных представлений есть у людей сейчас. И пытаются ее выдать как некий мир, где господствует знание, истина и все прочее. Дело в чем? Дело в том, что фашизм и коммунизм и все прочие измур такого плана, это было порождение именно Шамбалы. На Земле существовали цивилизации определенные. Атлантида, Арктида, Хиттида, Пацифида и все прочее. И также сейчас существует на Земле, рядом с нами, цивилизация Шамбала. Она существует. Мы ее не слышали, но не все с ней контактируют. Но она существует. И я планирую провести курс лекций по поводу цивилизации и там, что получается. Все эти цивилизации делают вставку определенную энергетическую на определенные центры человека, на его чакры. И смысл Шамбалы, вообще вот ее стержень. Идея превыше всего. Идея превыше всего. Ради идеи можно похоронить любое количество человечества. И Шамбала, делая вставку на Муадхару, описая ценность жизни, делает носители этой идеологии, этой цивилизации, бесплодными. У Шамбалистов нет детей. Но они устремлены в космос, они устремлены к высшему знанию, и они полностью отрицают ценность живого. И опять же возникает вот та самая коллегия, разделение. Есть что-то более ценное, есть что-то менее ценное. Но если мы с преданным формулой во всем равном присутствует Бог, и что в глубинах все вещи соприкасаются, потому что в глубине каждой вещи присутствует Бог, то извините меня, как мы можем отрицать этот мир? А они отрицают. Идея превыше всего. Вот это я могу сказать о Шамбале. Ничем хорошего нет в общем-то. Это тоталитарные режимы, которые создавались на планете Земля, они все оттуда идут. И опять же, идея превыше всего. И ради идеи будут уничтожены десятки, а будут уже сотни миллионов людей. Это мое такое мнение о Шамбале. Если я буду, сейчас извини, если я буду читать курс, ну читать лекции по цивилизациям, а там я подробно это могу рассказать, в общем-то, именно по Шамбале отдельно, там будет по кальциализации будет шесть блоков, и по всем именам можно узнать, что и как это там происходит. Хорошо. Второй вопрос от Ольги 74. Каково Ваше отношение к информации о рептилоидах, и для чего им необходима пересадка человеческих органов, после чего всё равно наступает смерть? Ну, этого много. Сейчас же, так сказать, был такой доктор Лукманузов. Он собрал более тысячи образцов крови на всей планете и доблял эту кровь, все эти образцы определенной реактивы. Реактивы никто не знает. И выяснилось, что часть крови после этих реактивов осталась красной, человеческой. А другая часть сейчас голубела. А голубая кровь, она есть только у рептилоидов, то есть у рептилий. И сейчас много информации по поводу рептилоидов. И вот понимаете, в чём дело? Тут получается такая забавная картинка. У человека в голове три мозга, есть рептильный мозг, то есть спиной мозг и шишка. Потом есть мозг млекопитающихся, который одевается на вот эту вот шишку так называемую. И сверху это кора головного мозга, собственно, человеческая. Вот. И вот чем отличается человек от рептилии в образе человека? Это отсутствие способности к сопереживанию. Там рептилия, но интеллектуальная рептилия, которая достижения простых рептильных целей пожрать, поспать и жить, потратиться. Вот. Но уже использует интеллект человека. И если мы посмотрим на так называемый западный мир, то там, в принципе, когда они говорят о своих ценностях, это ценности рептилии, рептильной ценности. Основой всего, что они делают и главной ценностью всего того, что они делают, это выгода. И в свое время была целая программа спецслужб американских и западных, целью которой было изменение цивилизованного кода русского народа совести на выгоду. Мозг млекопитающего, это мозг эмоциональный, это мозг эмоций, там будет и сострадание, и милосердие, и там все эти чувства нормальные, человеческие. А у рептилии это или отключается с помощью определенной практики и способов, вот, или просто отсутствует. Сейчас же находят людей, мозги просвечивают, а там мозгов-то и нету. Устая голова, и только рептильный мозг, шишка и спинной мозг, и все, больше ничего нет, и человек вполне живет. Ходит на работу, что-то делает, в общем-то, размножается, и у него как бы все хорошо по-человечески. Одного француза просветили, врачи его попадали, там мозги просвечивали, там мозгом не казалось. И к этой теории по поводу рептилоидов я отношусь достаточно серьезно, потому что тоже Мануилов доказал о том, что часть людей на земле с голубой кровью. А голубая кровь есть только у присмыкающихся, она на основе меди. Далее, я никогда не мог понять вот этот продукт под названием хлеб. Я никогда не мог понять еще в молодые годы, почему так много труда и ради чего непонятно. хлеба никогда не наешься, это раз. Вот, а вот если, сказать, есть картошка, огурцы, помидор поел и ты сытый, хлеб тут не нужен. Нанадающая картошка, морковка, чем угодно, но не хлеб. И там огромные поля, бесконечные поля засеянной пшеницы, хлеб всему голова, и тогда без хлеба жил годами, господи, и питался только фруктами, овощами и чувствовал себя великолепно, крупами, само собой. Вот. А вот выясняется, что пшеница много меди, и она была всегда специально завезена откуда-то, не проследили сыпочку врусованную от одного растения к другому, что получилась пшеница. И приходит к выводу, что пшеница явно инородные продукты, его завезли сюда те, кому нужна была пища, когда присутствует медь. Много таких моментов, я не буду тут растекаться мыслью по древу и все рассказывать, в общем-то, но многое подсказывает то, что действительно все это существует. Я с такими людьми сталкивался. Это были рептилии воплоти буквально, и они так мыслили. И один у нас такой рептилоид, я на него глянул, и понимаю, не человек. Он действительно был похож только на рептилию. Он рассказывал, когда я иду к родителям, я формирую эмоцию сыновни любви. Извините меня, нафига ее создавать, когда не так, это должно быть в человеке. то, что он изображал любовь сыновью. Он изображал чувства. Но он был абсолютно бесчувственный, как рептилия человека. Это был мозг, были способности, блажажда власти, он хотел управлять, он хотел подчинять, поехал ко мне на семена, чтобы у меня семена отнять и людей увезти. Ну, и вылетел так плохо. Семена после этих попыток подчинить меня и моих ребят себе. Вот такое бывает. Я стал с такими людьми, в общем-то, и была забавная ситуация, у человека же 8 тел, а мои ребята так, ну, они неплохо видят. И как-то они смотрят на этого рептилоида. Считаем один мой человек, не пойму, смотрят на него, потом на меня смотрят, потом на себя. И видят, что у нас по 8 тел, а у того 4. Вы понимаете, 4 тел мне казалось. Вот, пожалуйста, такое тоже бывало. Мой ответ. Так, следующий, третий вопрос от Ольги 74. Итигелов бессмертный? Тут интересная история. Ну, здесь идет не бессмертие, скорее всего. Может, он еще проснется, Бог его знает. А если он вроде бы восстанавливается, есть информация, я видел и кадры, об этом писали, об этом Чудину тоже говорил, о том, что где-то в Иране, по-моему, нашли некое захоронение, открыли его, и там лежал человек, лежало тело, прекрасно сохранившееся тело, вот, и прочитали потом, что звали его Радмир, вот был Клавянский Волхов, и выяснилось, что он живой в этом гробу, есть видеокарты, там показывают, там были золотые предметы, и работники, которые там все разрывали, хотели их, так сказать, прихватизировать, и двое умерли тут же, один сошел с ума, даже в этом состоянии, он был способен себя защитить, и его, вроде бы, как говорят, тоже чудинов, говорит, что привезли сюда в Россию, и он в течение трех лет как бы медленно оживает, и уже ходит, уже разговаривает, отвечает на вопросы, и что есть якобы такое представление о том, что на Руси когда-то восемь Волхвов великих, они себя похоронили на тысячу лет, за хоронение этому тысяча лет, они понимали, что наступает время не ихнее, время господства христианства, и это было все по закону времени, против этого нельзя было как-то противодействовать, это должно было осуществиться в силу их обстоятельств, и они добровольно как бы предали себе захоронению в том самом состоянии сумати, описывает Молдашу, но они как бы легли в гроб, их там положили, и там они лежали, и сейчас вроде бы уже нескольких таких человек уже нашли, и Тигилов тут сложно это комментировать, потому что он не производит того впечатления живого человека, который производит тот же размер, там лежит прекрасно сложенный, красивый, с таким розовым телом человек, и потом постепенно в процессе буквально где-то нескольких недель он стал преображаться, он стал уже был, он еще лежал, но он еще был более похож на, все больше станции похожим на живого, но то сделал Тигилов, это дело и раньше, там в Индии была такая история, когда копали, лопаты удали, кровь потекла, но все равно откуда, но разрыли, там такое же, как у Тигилова, захоронение, там тоже сидел человек в такой же позе, и он был живой, его так же вынулись туда, так же поместили в храм, он там так же сидит, и эти претенды показывают, что он живой, а в чем смысл того, что им сделано, я не знаю, я не разбирался в этой теме, вот, как бы, руки пока до этого не дошли, но как бы идти с немножко в другом, но в принципе это очень любопытно, и в какой-то степени, да, он действительно получается бессмертным, в какой-то степени, но не в той, какой я хотел бы видеть всех нас. И четвертый вопрос от Ольги, 74, делаете ли вы различия между людьми и человеками? В скобочках написано КОБ, концепция общественной безопасности, благодарю. Я не помню, что КОБовцы имеют под этим названием, в общем-то, так сказать, просто, так сказать, я как на людей смотрю? Я смотрю, так сказать, на стержень, если он человеческий, а человеческий стержень предполагает наличие определенных качеств души, и одно из этих качеств, это совесть, элементарная совесть. Вот, а есть люди, которые, так сказать, вообще лишены этого качества, они как бы полуживотные. Есть же, не просто там, рептилоиды, но есть еще люди, которые были созданы с помощью геноинженерии, вот этими пришлыми товарищами, из собак, из баранов, из коров, из медведей и так далее. И на земле очень много другого добра. Я помню, как давным-давно я читал один роман Томас Амана, и там говорит персонаж, почему считать, что люди произошли только от обезьяны? Да, они боятся и от свиньи, и от коров, и от собаки. Когда меня это впервые зацепило, так и удивился этой теории. Это было давно еще в студенческие времена. В голове это осталось. А потом в процессе длительных изысканий я по своим каналам и через доступную информацию понял, что действительно это было, и что много людей, по империи, полуживотных. А потом мне дают пообщаться с одним очень информированным человеком, в высшей степени информированным человеком, который занимал очень серьезные посты в наших правящих структурах. И когда я ему сказал об этом, он кинул голову, да, это известная информация, мы ей владеем, мы знаем, что так оно и было. Он подтвердил. Спецслужбы, например, госструктуры наши определенные на определенном уровне, они эта информация владеют, но эту информацию до людей не доводят, потому что она опасна. В том плане, что тогда мы начнем качиться во все стороны и думать, или кто из нас человек, а кто из нас собак. И вот тот уровень агрессии, который, скажите, на Земле присутствует сейчас, и жадности, и стяжательства, он вызван тем, что во многих телах бывают не люди, а нелюди. Помнишь? Зверь. Дальше. Единая веда, реплика в эфир. Душа потенциально бессмертна и потенциально смертна. Ещё одна реплика от Игоря. Всё соткано из энергии в этом мире, даже тело и душа включительно. Правильно говорит, мы перестали понимать мир как единое целое. Пора переделать своё сознание и возвращаться к целостной картине мира. И теперь вопрос, в эфир от Владимира Изматича. Здравия, Юрий. Мне чего-то не совсем понятно, как вам удалось связать в одном монологе вопросы жизни, веры, религии и практического бессмертия. Это как, если связать вместе автомобиль, масло, резину, солдаты и воздух. Казалось бы, что-то общее есть, но к практическому использованию воздуха остальные объекты имеют смутное отношение. Ну, это строится, сказать, на чём ваша такая реакция, на вашем представлении о том, что такое религия, понимаете, ну и так далее. Понимаете, в моём представлении религия не является чем-то отдельным, в чём так, от науки. Просто религия знает то, до чего наука только сейчас начинает доходить. Валидов, есть такой доктор новых математик, он не так давно математически обосновал наличие бытия Бога. Понимаете, скажите. Тоже Горяев говорит о чём? О том, что геном получает некую информацию для своего переустройства. «Можете называть эту информацию Словом Божьим, и он должен это слово прочитать». То есть сейчас вот то, что раньше казалось несовместимым, религия и наука, оно совмещается прекрасно. И я понял, что нет никакой мистики, есть просто другая физика. И я, то, что я делаю в Акультике, я начинаю лучше понимать с помощью науки. Когда я изучал работы Шипова, академика Акимова, когда я изучал работы Горяева, когда я изучал работы Шилова, того же, когда я изучал работы Гумилёва, ну и так далее, Чижевского, Вернадского, вот, это тоже на грани такого мистицизма. И того же Гумилёва обвиняли в том, что он занесли не наука амистикой. Эти учёные, они пришли к этому пограничному пониманию между тем, что мы считали непознанным и непознаваемым, и сферой чисто мистики, религии, и тем, что мы считали познаваемым и научным. И сейчас это сливается воедино в единый такой очень хороший коктейль, который был очень хорошо даже на вкус. И я использую все эти варианты, всё о чём мы перечислили, и много ещё чего-чего не сказал, и нахожу в них нечто объединяющее. И возникает целостная картина мира. Так, хорошо. Лариса Корецкая из Ютуба. Вы обрели бессмертие. Кто ж вам скажет. Я иду по этому пути, и я понял, что это реально. У меня есть определённая методология, которая этому способствует, и те, кто сейчас со мной работает, происходит удивительно, они не стареют. Наоборот, они когда молодеют, то пришли ко мне ребята в 18 лет, сейчас им 36, никакие были, так и остались. Они вообще не меняются. То есть по нам, по тем, которые этим занимаются, очень чётко прослеживается то, что процессы старения очень сильно затормозились. И на основании этого, на основании много чего, у нас есть очень весомое такое, основательное предположение, что мы можем добиться намного большего. Мы сейчас только подошли к этой теме. Была такая забавная история у меня, было в гостях у одного человека там под Москвой, и ему говорил, ну, на эти же темы, на тему бессмертия. Ну, он послушал, послушал, да и послушал. А потом ему снижается сон, то ли сон, то ли я, к нему приходит бессмертный во сне и рассказывает ему много чего интересного. О том, как устроен мир, он был в шоке. То есть, я был, я рассказывал ему о бессмертии, а потом ему снижается сон, который он бессмертный, ему рассказывает. Я на него смотрю и понимаю, что он очень старый, он очень древний, но он был лет 30 и больше. Он еще молодой. И он был в таком состоянии, культурного шока после этого сна. И когда он совместил наш разговор с этим сном, то стало понятно, что он не случайно этот сон к нему пришел. Такие дела. То есть, мы сейчас только обрели понимание того, что мы потенциально бессмертны. Что человек рожден бессмертным. Он может достигнуть бессмертия. но не просто ради самого бессмертия, а как следствие исполнения им его человеческого предназначения. И вот мы идем по этому пути. Хорошо. Игорь из Ютуба написал, «Я помню себя на протяжении прошлых воплощений за пределами этой жизни». Это не бессмертие? Нет, это инкарнация. Мы рождаемся, умираем, рождаемся, умираем. Но возможно прекратить этот бесконечный цикл бессмысленных рождений. Можно превратить свою жизнь в одну тысячелетие длящуюся жизнь. И это будет путь накопления силы, мудрости, знания. Мы не в состоянии постигнуть мир в полном объёме, если будет так урылками рождаться. Мы должны в какой-то момент обвести способность к постоянному накоплению энергии информации этого мира. Тогда мы сможем его понять и постигнуть. Дальше. Елена Владимировна, реплика в эфир. Опираясь на собственный опыт, есть искушение говорить. Нынешние христиане не ведают любви. Сегодня оно не имеет ничего общего с тем учением, которое нёс Христос. Простите за прямоту. А кто знает, что он нёс? Понимаете, в общем-то, мы же имеем дело с чем? Мы имеем дело с неким персонажем, который описан в Новом Завете. И то, что он нёс, вызывает очень большие сомнения. Понимаете? Кто не возненавидит, отца и мать свою, мужа и жену свою, детей своих, и самую свою жизнь, тот не может быть моим учеником. Где здесь любовь? Я цитирую Иисуса Христа. Понимаете? Есть такое искушение, чисто русское, царь добрый, боялья плохие. Крестус был хороший, а потом якобы евреи всё извратили. Так или не так, я не знаю. Да и знать не хочу. Есть персонаж евангельский, и он говорит жуткие вещи. Вы думаете, я принёс на землю мир? Не мир, но меч я принёс. И там, где пятеро, двое будет путём трёх, а трёх путём двух. Ибо враги человеку домашние его, где тут любовь? Христиане имеют удивительную способность читать и не видеть. Я Ветхий Завет почитал раз пять с карандашом, а нового раз двадцать. И поначалу я тоже не видел. Я шёл в христианство, я хотел креститься. Но глаза-то есть, и мозги тоже вроде бы ничего. И когда стал вчитываться, пришёл в ужас. Христос принёс ненависть, нелюбовь. И поэтому мы друг дорежем. Поэтому все эти войны, они на Украину, как там украинские крестьяне отнимают собственность у московского патриархата. Все новославные насколько злобы. Да Боже, всё это закодировано в Евангелии. Так что, сказать, по поводу чего там Христос нёс. Знаете, я вам прочитаю своё стихотворение сейчас. Он пришёл в одежде странника, нищий бог неумытый, неухоженный и в изорванном копье, покрытый своей родиной и распятанный кресте. Извините, забыл это стихотворение. Ладно, потом Бог с ним когда-нибудь прочитаю. Что-то вылетело от головы. То бишь, Христос и плоды его, он как сказал, не верит же пророкам по плодам их, узнаете их. Плоды, инквизиция, 16 миллионов сожженных на кострах. Вот и вся любовь. Ладно, больше не будем вдаваться в эти темы. Идём дальше. Христос Бог с ним. Это ему отвечать перед Богом. Хорошо, идём дальше. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!